Здравствуйте! Вы знаете, есть музыканты, которые чуть и не прячутся от широкой музыкальной общественности, приходится их, что называется, выискивать, доставать. Мало того, сталкивались, об этом мы неоднократно говорили, даже умудренные опытом и жизнью меломаны не знают о них или с удивлением узнают. Вот сегодняшний наш герой из этой серии, Snow White. Snow White. Рождён он был, как Теренс Чарльз Уайт. 3 марта 1948 года. Весной в этом году ему исполнилось 75 лет. Очень почтенный возраст. И вы знаете, это классический вариант музыканта для музыкантов. Но это не значит, что только не музыканты его должны слушать. Нет, конечно. Это удивительный гитарист с прекрасным вкусом. Но есть некоторые в его жизни моменты, которые, в общем-то, не способствовали его популяризации. А прежде всего, его личностный психологический портрет. Но давайте по порядку. Ещё совсем юным он переехал с семьёй на остров Уайт. Так и совпало Уайт-Уайт. А снова его прозвали с 5 лет. За снежную голову, шевелюра. Был такой он блондинистый, яркий типаж. Мальчик был очень шустрый в детстве. Перевернула его жизнь, когда родители в 10 лет по наитию, что называется, подарили ему гитару. В 11 лет он просто был потрясён рок-н-роллом и блюзом. Начал просматривать телевидение и понял, что это его. Имена эти все общеизвестны. Чего повторяться? Все подростки того периода так или иначе были увлечены рок-н-роллом и блюзом. Но вот снова Уайт в первую очередь поглотил блюз. Он говорит, когда я увидел Биби Кинга, я вообще просто прозрел. И понял, только это, только это, и этим надо заниматься. В 15 лет он уже возглавлял полупрофессиональную группу. Но, вы знаете, подозревал, что сидя на острове Уайт, ничего ты не достигнешь. Надо было оттуда смываться. Как вариант, конечно, Лондон. Музыкальная мега того времени. Но он видел и обратную картину. Печально многие, бросая все, шли наперекор судьбе. Ехали в Лондон. Но, к сожалению, жизнь столичная их засасывала и выбрасывала на обочину. И на этом все заканчивалось. Уайт поступил немножко хитрее, если так можно выразиться. В 68-м году он уехал в Швецию по контракту. Напомню, что Швеция того времени, это далеко не та Швеция, которая сейчас. Фактически там музыкальная жизнь была на нуле, в отличие от той же Англии. И поэтому английские исполнители там принимались на ура. Будь ты даже без имени или с маленьким именем. Поэтому там он организовал Трио Трейн. С которым, в общем-то, Зе Трейн очень успешно играл. И, как он подчеркивал, зарабатывал на жизнь, хватало. Но все равно это не то. При том, он находился под сильнейшим влиянием Джона Мэйла, его блюзбрейкерс. И как с Эриком Клэптоном, но особенно с Питером Грином. И, конечно, это его просто поразило. Питер Грин как музыкант. И, поиграв в Швецию, он все-таки принял решение, набравшись определенного опыта, двинуть таки в Лондон. И в 70-м году он попадает в Лондон. Там у него произошло знаковое знакомство с Питером Грином. Фактически его кумиром. И Питер Грин ему дал очень много ценных советов, которые пригодились ему в работе сессионщиком. Он стал очень успешным сессионщиком с Новый Вайт. Записывался со многими людьми. А как проходят сессии? Обычно сессии проходят, что, в общем-то, выходит пластинка, многие не подозревают, что там на гитаре играют. А то было это из этой серии, не. Комиссионные, конечно, тебе выплачивают, денежка есть какая-то и все остальное. То есть, в этом плане успешно. Но хотелось же, в общем-то, своего чего-то. Вы понимаете? Тут еще болячка у Питера Грина случилась. Мы об этом рассказывали, кстати, об этом замечательном Близмене. В нашем ролике о нем. И Питер Грин начал распродавать всю свою музыкальную аппаратуру. У него была очень хорошая аппаратура, в том числе и гитары. Великолепнейшие. И обратился, в первую очередь, к Сною Вайту. Что, если хочешь, приобрети что-нибудь. Но Сною Вайт, будучи человеком очень порядочным, интеллигентным, как это не смешно звучит в этой сфере, но так оно и было, и есть. Он, в общем-то, отказался от покупки и предложил Грину отложить инструмент, потому что когда-то настанет период, что он с удовольствием будет играть. Кстати, так и случилось. Но Грин, в общем-то, был настойчив, и он продал, в том числе и свою легендарную гитару, Лес Пол, Гэри Моуру, которая стала потом Гринемой, об этом рассказывали. В общем-то, и через два месяца продал свою тоже, предложил опять же Сною Вайту, гигантскую коллекцию, очень хорошую, блюзовую коллекцию пластинок, там были раритеты страшные. И, говорит, Сною Вайт, это организовалось фактически как раздача была, бесплатная в магазине, там многие от счастья просто шалели получить такие вещи из рук Питера Грина. Но, все это хорошо, пока не произошло знаковое знакомство очередное, сплошные знаки, с менеджментом группы Pink Floyd. Легендарные британцы как раз записали свою пластинку Animals, и им нужна была поддержка в туре в лице гитариста. Вот так вот Сною Вайт и попал в Pink Floyd. Как он сам вспоминает, в первую очередь, конечно, были разговоры с членами группы, но Роджер Уотерс говорит, продемонстрируй напрямую, без всяких обеняков, свое искусство. Он подыграл, подошел и стал не членом группы Pink Floyd, а участником их тура. Но это, поверьте, уже очень и очень весомая вещь. Почему? Да потому что во время этого тура, именно в Нью-Йорке, в 77 году, в легендарном зале Madison Square Garden, некоторые музыканты, в том числе Лидия группы Zen Lizzy, Фил Линнет, просто обалдели, когда увидели рядом с гилмором какого-то гитариста, который вытворяет чудеса. Кто это? В общем-то, пошла о нем уже молва, а у Фила Линнетта с Zen Lizzy всегда были проблемы с гитаристами, им об этом рассказывали. Брайан Робертсон, Бузил Гэри Мур, уходил, приходил, выручал, там было постоянно. И вот таким образом Сною Уайт у него попал на заметку. В конечном итоге он прошел отбор и попал в Zen Lizzy. Хотя, в первую очередь, как вспоминает Уайт, это способствовало тому, поспособствовало, что Фил сразу мне сказал, что у меня есть большая свобода выбора. Он видел, что я, в общем-то, не хард-рокер, не в заклепках и всего остального, но как музыкант, как мелодист, мне нравилась музыка с Zen Lizzy, подчеркиваю, Сною Уайт, это хард-рок с хорошими мелодиями. Он вписался в этот коллектив. Единственное, что, конечно, ему было очень сложно. Потому что в Pink Floyd ему говорили вообще, ты должен не выделяться, играй свое и все остальное. Есть основные участники группы, и ты как в тени. А вот в Zen Lizzy, будучи гитаристом, конечно, надо было со Скоттом Горобом, вторым гитаристом, более активно себя вести на сцене, а практики у Сноу Уайта такой не было, к сожалению. Он не мог делать такие дикие выходки, как Брайан Роба Робертсон выпендриваться и на колени с гитарой падать, или как Гэри Мур, тот же тоже мастерски владел искусственным поведением на сцене. А вот Сноу Уайт, говорят, его чуть ли метлой надо было заставлять двигаться. Встанет где-то в сторонке и себе играет. Хорошо, но как-то публика ждет более активного поведения. Вы знаете, Сноу Уайт на шоу, там объяснение, говорит, у Филла всегда был очень громкий бас, он меня отодвигал, не слышно, не видно, мне лучше в сторонке было стоять, а себе играть. Это одно. Второе, конечно, поведение группы. В Pink Floyd он привык, чтобы было все четко, а тут, конечно, сплошное раздолбайство. Ну, традиция хороших хард-роковых групп с именем, дисциплины ноль. Как говорит Сноу Уайт, все собираются, я за пять минут в холл прихожу, никого нету. Позже всех, как обычно, Фил подгребает. И так же самое и в студии. Писаться это было все проблематично. Тем не менее, Зен Лизи выходит у него. Пластинки Чайна Таун в 80-м году и Ренегат в 81-м году. Кстати, на Ренегате у Сноу Уайт любимая песня, так ее и называется, Ренегат. Она вторая, по-моему, если не ошибаюсь. Кстати, оба альбома отличные. Послушайте все-таки Сноу Уайт. Хотя фаны из Нолизи их не любят за некую, как они говорят, аморф на Сноу Уайт. Ну, я не знаю, никакой аморфности там нет. Он вчера переслушивал. Прекрасные пластинки. Особенно на фоне выходящего сегодня. И Чайна Таун, Ренегат, супер. Поездил он с ними в турах, конечно, намаялся там со всеми вытекающей. Вы знаете, что такое тур. Дух громкой хард-роковой команды. Конечно, фаны рвали на части. В конечном итоге это очень и очень все Сноу Уайту надоело. И хотя его Фил Лайнот очень обожал, тем не менее из группы он ушел. Тут же нашли замену. Джон Сайкса, который мы тоже рассказывали в нашем канале. Но это уже другая история. Но самое главное у Сноу Уайта было имя. Вы знаете, его очень такая культурная манера, если можно так выразиться, игры. Он владеет всеми направлениями. Блюз, пожалуйста. Арт-рок, пожалуйста. Прекрасное владение акустической гитарой. И созрел для сольного альбома. Перед этим записавшись в прекрасном альбоме Питера Грина, который таки вернулся на сцену. In the Skies. Там сыграл некоторые партии из Сноу Уайт. Он записал свой сольник, который, в общем-то, вышел в 82-м году. В 82-м году. И White Flame составил хорошее впечатление у Публики. Надо сказать, что сотрудничество с SpinFloid не прекращалось. Его периодически всегда приглашали. Он участвовал и в Tourism Wall в 80-м году. Особенно он сошелся с Роджером Уотерс. Роджер Уотерс его впоследствии всегда приглашает. И приглашал, и приглашает. Он участвовал, например, в Touristina в 90-м году. То есть, когда в Берлинской было падение стены. Активно. Активно он сотрудничал. В 78-м году он участвовал в записи сольника-клавишника Пинфлорда, Ричарда Райта, Wet Dream. Очень такая взрослая, хорошая пластинка. Но после своего дебютного сольника в 88-м году в альбомы выпускает периодически. Мы вам очень рекомендуем. У него просто вся его дискография довольно обширная. Делится на несколько таких моментов. В основном это либо с более сильным влиянием блюзерока, либо с более таким прогрессивным звучанием. Вот мы вам рекомендуем очень альбомы такой блюзероковой направленности Change My Life и Open For Business. Два таких. Конечно, сильнейшая пластинка у него 94-го года, Highway to the Sun, где участвует среди прочих тот же Дэвид Гилмор и Спинфлорда, Крис Ри и Гарри Мур. Какие имена уже даже из-за этого можно слушать. Ну и есть личная симпатия. Это альбом, рекомендуем вам, от 2016 года. Релиз называется. Прекрасная пластинка. Как раз именно то, что необходимо послушать, уж коль вы нас лучше, вы находитесь в сильном миноре. Интересное у него звучание у Сноу Вайта. Подача такая. Вот его вот именно, вы знаете, воспитание, манера, она, конечно, немножко не вписывается в эту среду. Вот почему и проблема у него некоторая в его собственной популяризации. Пример вот вам хороший. Например, группа Дэр Стрейц. Марк Мноплер не скрывал, что, конечно, он с Сноу Вайтом знаком, но, честно говоря, культовая пластинка Дэр Стрейц, о которой мы расскажем в нашем канале, Brothers in Arms, 85-го года, это фактически на тех, давайте не побоимся этого слова, на идеях Сноу Вайта. Хотя музыка сплошна различной компиляцией, мы ни в коем случае Марка Ноферова, выдающего гитариста, не хотим унизить, но это факт. В общем-то факт. В музыкальной среде вообще признанный. Но, тем не менее, Сноу Вайт на ходу. В 2022 году вышла на сегодняшний день его пластина. Последняя пластинка, Driving on the 44, хороший альбом, как и весь Сноу Вайт. Поэтому вам рекомендую. Такой вот, вы знаете, тишайший, порядочный, скрытый где-то музыкант. Обратите на него внимание. Я думаю, получите массу удовольствия. И, в общем-то, это как раз тот случай, что придет и соответствующее настроение. Спасибо за просмотр. Всего хорошего.